МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Не шкодить природе и людям. Сегодня у Гомеля отбылась нарада по вопросам работы предприемства, которые занимаются перепроцовкой отходов. Солодкие и сочные. В регионе идет уборка зеленого горошка. В пошуках самой пригожей. Обвешаны кастин-худельниц конкурса «Полеское пригожение-2020». А зараз об этом и иншим больше подробно. Миссия СНД примет дел у наглядя за выборами президента Беларуси. Министерство замежных справ Украины запросило выконкам СНД просочить за выполнением закону на выборчих участках. Миссия формируется, и ее керовника выберут с 21 липня. Тем часом кампания по выборах уступила в черговый этап – проведение передвыборной агитации. Кандидаты на пост президента выступят у эфиры телеканала «Беларусь-1», а так само на первом национальном канале Беларуського радио. Сгодно с законодавством, каждый кандидат мае право на 4 выступления, 2 на телебачене и 2 на радио. Гэта махчимость больше подробязна раскрыть передвыборную программу. У приватности выступления запланованы на 21 и 28 липня с 17 до 19 годин на телеканале «Беларусь-1». До речи, с этой нагодой отбылись измены в программе. 21 и 28 липня у эфира не будет выпуска новинного региона в 18 годин. Старшиня облаканка Магинаць Соловей сегодня провел на раду по пытаниях деянности предприемств, которые занимаются перепроцовкой нетоксичных отходов. Особливая увага – выполнение природоходных законодавства. Зараз у Гомельской области дейничают 4 буйные предприемства по перепроцовке промысловых отходов. При этом только за 2 последние годы зарегистрованы некольки выпадков порушения природоходного законодавства, коли новокольному асяродзю были нанесены значные страты. Так само не зауседы уличывалися интересы насельництва, якое проживаю поближе с этими предприемствами. У приватности размова идет об выкидах у поветра твердых частиц и значным шуме по час перепроцовки отходов. У таких выпадках керовництва облаканкама займае принциповую позицию по выкананне природоходного законодавства. А проча того вырешено провести анализ сыровины, что вывозится на такие предприемства. Боюсь подставы стверждать, что некоторые детали можно выкористовывать полторно. У приватности, коли у сметти отправляется якосная еще цегла. Сирот выказанных подчас нарады пропанов, створение державного предприемства, папера про отсутствие нетоксичных отходов на базе областной жилево-коммунальной господарки и проведение масштабного мониторинга усих деючих структур. Сейчас у нами организованы широкомасштабные проверки всех предприятий, которые находятся на территории Гомельской области и осуществляют переработку отходов. Законность их деятельности, соблюдение природоохранного законодательства. Лето у Зените, а значит уборка сельскохосподарших культур не спыняет темпов. Утым лику гороху, який идёт на усіми любимые консервы. Его выросшивание – справа специфичная, росли на патрабое пильного догляду и клопоту. Наша здымечная бригада наведала ксу Брюлёва. Обтым, як селета идут справы с уборкой и консервованием гороху, наш наступный сюжет. Боротьба за уроджай гороху идёт спякотная. И в промым, и в пероносном сенсе. Высокая температура поветра и засуха негативно уплывают на уродливость культуры. Ливни, які ранее обрушились на краину, не полепшили становища. Процелники предприемства вытискают с ситуацией усё махчымое. Тяжело работать. Работаем с 6 утра до 10, до 11 вечера. Каждый день без выходных. Тым не менш, брюлёвские аграры оптымизму не страчваюць. Не глядячи на неспраяльные умовы, селета есть усе шансы утримать покашики минулого года. Системы поливу допомогут не допустить адмовной динамики. В прошлом году мы получили 730 тонн. Вполне возможно, скорее всего, мы в этом году получим тоже. Конечно, хотели, надеялись весной, что хотя бы около 1000 тонн. Но, видите, ну никак, погодные условия нам не позволяют. При этом по якости селетний горох лепши за минулогодние. Тому брюлёва я ещё порадуюсь пожилцов смачной и корыстной продукцией. Попляч с родовыми працевниками горох консервуют студенты с вытворчого отраду. У такий час допомога молодзи вельми дарэчэ. Они стараются, мы их стажируем предварительно. И поэтому не отстают от наших профессиональных рабочих. И помогают нам. Это каждый сезон у нас так получается. Спасибо им большое. В 2019 году завод выпустил около 2,5 млн банок консервованного гороху. На предприемстве стверждают, что селета продукции будет не меньше. Есть навод подставы различовать на превышение лечбов минулого сезона. Миколай Скинтиян, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». В Гомеле протягиваются встречи керавництва города с працовными коллективами. Сегодня завод станочных вузлов наведил старшиня городского совета депутатов Миколай Ковалевич. Об чём ишла размова ведают наши корреспонденты. Открытое акционерное товарыство «Завод станочных вузлов» – один из буйнейших простовников машинобудовнейших Галины Беларуси. Причим, у нашей краине застаётся только каля 30% вырабленного. Остатняя продукция поставляется на экспорт. У России, Украины, Украины, Балты, Казахстан, Сингапур и Вьетнам. На предприемстве кажут, что сегодня на рынку станкобудования вельми жёсткая конкуренция. Тем больше важно выраблять конкурентоздольную продукцию. «Завод станочных вузлов» – неодноразовый дипломант конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь». На предприемстве денежут международные стандарты и проводится постоянный мониторинг по трубованию покупников. «Прорабатывали эти рынки довольно-таки долго. В принципе, Прибалтика нас знает ещё с советских времён, Турция – с советских времён. Ну и там сингапуры – это для нас немножко новые рынки. Ну, пытаемся туда тоже пробиться. Стараемся брать качеством и брендом, скажем так. Наши станки уже имеют своё громкое имя. Мы, бывший филиал московского завода «Красный пролетарий», который выпускал станки 16-20, вот на базе этих станков, по их разработке, мы выпускаем эти станки». Устаршиня городского совета Миколай Ковалевич анализует ход выполнения затверженной в 2014 году программы социально-экономичного развития Гомеля. Деяние этого документа завершается всё лето, а тому можно подвести попередние выники и погуторить об том, что ещё необходимо сделать до конца года. Будовництво жилья, занятость насильництва, створение новых прасовных местов. Уже зараз можно казать, что первоважная большесть запланованного будет выполнена. Новая программа, пока не затверждена, але некоторые на керунке уже ведомые. У приватностях это завершение будовництва у сходного обходу, что удозволит не только вырошить транспортную проблему, але и узвести у Бяросках новый жилый микрорайон на 200 тысяч жахаров. Плюс дальнейшее дубропарадкование областного центра и открытие социально-значных объектов на кшталт школ и бассейнов. В этом году мы открыли один бассейн возле центрального стадиона, Белеце до конца года, а в следующий год будем планировать бассейн «Дельфин» восстанавливать. Или ремонтировать, или восстанавливать его. Вот так же школу закончим в 21 микрорайоне, следующее будет в микрорайоне «Хутор». Это перспектива дальше. То, что людей волнует, конечно, хочется всё сразу, но всё зависит от финансовых средств. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. «Беларусь – молодь, натхнение» – уникальный проект стартовал в нашей стране. Его мета – развитие молодежной политики в регионах. На протягу тыдня отделники проекта на специальном тягнику подорожничают по Беларуси. 100 юнаков и девчат из всех областей – студенты, волонтеры, молодые ученые, спортсмены. Стартовал тягник 18 липня в Витебске подчас Славянского базара. Так само у маршрута Шклоу, Могилёв, Гомель, Пинск, Брест, Гродно, Молодечна и Минск. Молодые люди знакомятся со знаковыми объектами, сострекаются с кировницством выконкам и громадских организаций, а так само принимают удел в открытых диалогах. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что это одно из важнейших общественно-политических мероприятий в сфере молодежной политики, которая реализовывалась за последние годы. Мы уверены, что тот драйв – та энергия, которой мы заряжаемся, посещая регионы, общаясь с руководством регионов, с лучшими представителями молодежной среды, это трудовые коллективы, общественная организация наша. Этот драйв мы пронесем по всей республике и уверен, что это станет очередным шагом к дальнейшей консолидации молодежной среды. Мне кажется, самое главное – это объединить все регионы. И вот у нас же в делегации есть представители с каждого города, они у нас в каждом городе как маленькие гиды такие. И нам невероятно нравятся отношения администрации и вообще всех людей, к которым мы приезжаем, нас встречают очень-очень тепло. Вот это самое главное, чтобы мы объединились, я считаю. Так само распадшал свою работу офицейный сайт молодежного проекта «Беларусь. Молость. Натхнение». На им размещена интерактивная карта, дякуючи, какой за рухом техника можно сочить в режиме реального часа. В Мазырском кинотеатре «Мир» завершили техничное переузброение. Пошлий крок – наладка новой акустичной системы, которая забеспечивает эффект полного погружения. Специалисты начали установку обсталевания премиум-класса в червяне. И вот взглядачи отримали махчимость, бачить выяву с максимальным разрешением, резкостью и контрастностью. Человек, смотря на качественное изображение и слушая качественный звук, получит возможность максимально глубоко ощутить реальность происходящего на экране. И вот на самом деле это мы получаем. И сложно оценивать по отдельности. Нельзя делать это отдельно, оценивать отдельно звук, отдельное изображение. Лучше просто смотреть кино и наслаждаться хорошей картинкой, хорошим качественным звуком. Нагадаем, грандиозные измены стали махчимыми, дякуючи поддержку Мясового Раевы-Канкама и Гомельского Аблова-Канкама. Мазир включен в программу поскоренного развития 11 городов. Одна из его методов – створение комфортных умов жизни. Центр моды и пригожостей «Хрустальная нимфа» запрашает девочек на кастинг-конкурс «Полеское пригожение-2020». Финал пройдет 15-го жюня в агрогородку Лясковича Петрковского района подчас фестивалю этнокультурных традиций «Клиш-Полесся». Претендент Киева в возрасте от 17 до 24 годов повинны проживаться на территории белорусского Полесся в одном из 11 регионов Гомельщины и Брещины. Отбор пройдет в онлайн-формате. Потенциальным финалисткам до 24 липня треба дослать анкету и фото и виде визитулки на электронный адрес Центра моды и пригожостей «Хрустальная нимфа». Архкомитет конкурсу оберет 10 финалисток, яких запросит 12-го жюня у Гомель для подрыхтулки до финального шоу. А кроме гонорового титула, переможца отримает комплект ювелирных упрыхожеваний и подарунки от партнеров конкурсу. Центральная городская библиотека имя Герцена реализует новый онлайн-проект «Олесины Каски». Пригожоне белорусского Полесся знайомить детей с лепшими народными и аутерскими творами. Каждый понеделок, сираду и пятницу, о 12-й године малых и их батьков запрашаются на сайт и ютуб-канал библиотеки. Там их чекают интересные истории народной мови, например, народные «Оказки» «Легкий хлеб» и «Как звери суп варыли». На думку организаторов, такое читание сближает детей с белорусской культурой, а так само дозволяя корыстно провести вольный час подчас каникулы. «Идея нам, скажем так, подсказали родители, которые стали обращаться к нам в библиотеку и просить что-нибудь интересное, полезное для детей провести. Людям нравится, они пишут, что это очень хорошая новость, что мы молодцы. Когда мы выпустили первый выпуск, пошел по рассмотрам, по лайкам, по эмоциям, по фидбэкам, таким отзывам. Мы поняли, что идея понравилась и не только детям, но и взрослым. Доброе, что появился такой чудовный проект. Мы можем почуть нашу родную белорусскую мову и долучить наших деток до скарбницы белорусской «Казки». У меня трое деток, и моя старшая дочка Мария заняла на Олимпиаде другое место. Я ей вельми гоноруссия. До речи, библиотека активно развивая онлайн-проекты и для дорослых, и для маленьких гамельчан. На сайте установы и в социальных сетках представлены серые виды у гостях у Ули, у яким Чолка Уля рассказывает маленьким читачам о прочитанных творах, и творчость души для старейших ребят, которые любят живопись и поэзию. В червене начал працевать проект библиотека «День за днем», где осветляется повседенное житие установы, ее читача и супрацовников. Познайомиться с выставочной деятельностью установы так само можно онлайн. Незначные похолодания, дожжи и на вольнице чакаются у регионе на гэтым тыдне. Завтра у регионе будет до 15 градусов у ночи и 25-27 градусов тепла у день. Прогнозуются дожжи и на вольнице. Сирады крыху похолодает. До конца тыдня дженная температура чакается на узровне плюс 20-22 градуса. Будет переважно без опадков. А на выходных знов пройдуть дожжи. Гэтая и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Под Гомелем на этих выходных погибла несовершеннолетняя велосипедистка. На нее совершил наезд нетрезвый автомобилист. 16-летняя девушка двигалась на велосипеде в компании своего друга, который тоже пострадал в результате ДТП. Это произошло на автодороге Гомель-Аэропорт. 45-летний водитель автомобиля ВАЗ не объехал двух велосипедистов, которые, как сообщили в ГАИ, двигались по краю дороги. От удара парня отбросила вправо по ходу движения кювета, а девушку под колеса другого автомобиля, который двигался позади нарушителя. От полученных травм 16-летняя велосипедистка скончалась на месте происшествия, а парня забрала скорая. По информации ГАИ, несовершеннолетние были обозначены фликерами, а на их велосипедах имелись сигнальные фонари. Юноша даже был в велошлеме. Госавтоинспекция разъясняет о том, что по проезжей части двигаться разрешено только в том случае, если отсутствуют велосипедные пешеходные дорожки, тротуар или обочина. Однако двигаться необходимо не далее одного метра от правого края проезжей части. Также хотелось бы обратиться к родителям, ежедневно напоминать о своем детям правил дорожного движения, правил безопасного поведения на дороге, в частности, касаемо управлением велосипедом. Против 45-летнего водителя автомобиля ВАЗ возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы по установлению причинно-следственной связи действий автомобилиста и смерти несовершеннолетней. Подозреваемый задержан. Установлено, что на его счету это уже не первое смертельное ДТП под Шафе. Водитель отсидел 7 лет за то, что сбил компанию из пятерых подростков в городе Ветка в 2008-м. Тогда погибли двое несовершеннолетних. В 2017-м водитель восстановил удостоверение и вот новое ДТП. По предварительной информации, вечером 18 июня, имея признаки алкогольного опьянения, мужчина возвращался окольными дорогами в Добруш после распития спиртного в микрорайоне Урицкое. Госавтоинспекция просит граждан, которые знают или владеют информацией о том, что транспортными средствами управляют лица, находясь в состоянии опьянения, просьба незамедлительно сообщать по телефону 102 ближайшее подразделение милиции. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь. В деле нападения на реческого таксиста поставлена точка. Суд вынес приговор 47-летнему россиянину, который в феврале текущего года набросил на водителя службы такси удавку, желая отнять авто и деньги. Водитель среагировал мгновенно, смог от разбойника отбиться, выбежал из авто и успел вызвать милицию. Пассажир требовал отдать ему ключи, но как только понял, что правоохранитель в пути, скрылся с места происшествия. По горячим следам его задержали. Оказалось, что в криминальной биографии налетчика значились кражи. И ранее он был депортирован, но потом снова вернулся в страну. 9 лет колонии усиленного режима. Вердикт суда. Все условия для неприхотливой культуры. Житель Речицы задержан за выращивание конопли. Мужчина организовал у себя дома нарколабораторию, купил все, что нужно для мини-оранжереи. Лампа, сортовые семена, полимерные емкости для их выращивания, садовые ножницы, календарь с датами высева растений. Основной набор инструментов и средств для домашней теплицы с коноплей. Фрагменты урожая, которые хозяин не успел уничтожить и до визита правоохранителей, стали основными уликами. Возбуждено уголовное дело. Неосторожное обращение с огнем накануне привело к пожару торговых рядов на улице Красноармейской в областном центре. Загорелись деревянные поддоны и картон, собранные во дворе торговых помещений. Пострадавших нет, но повреждены рекламные вывески и лакокрасочное покрытие ролетов. А в деревне Агажин Наравлянского района на пожаре чуть не погиб мужчина. К моменту приезда спасателей его дом был объят пламенем. Работники МЧС нашли хозяина в 40 метрах от места возгорания. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину госпитализировали, а его дом сгорел практически полностью. Это вся информация выпуска на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Речицкий спутник упрочил свое лидерство в первой лиге футбольного чемпионата страны. Команда Вячеслава Личука в 13-м туре на выезде была сильнее Слонима. 3-1, причем гости пропустили первыми. На 35-й минуте счет открыл Александр Корзун. Еще до перерыва Денис Гружевский цифры на табло сравнял. Удары Валерия Поторочи и Николая Загвоздина во втором тайме принесли победу спутнику. На руку речицкой команде оказался результат поединка между Микошевичским гранитом и Гомельским локомотивом. Команды сыграли в ничью 1-1 и отрыв спутника от идущих вторыми железнодорожников составляет уже 5 баллов. Гомель поднялся на 5-е место. Зелено-белые на домашнем газоне переиграли Светлогорский химик 3-1. Все голы были забиты во втором тайме. В составе хозяев отличились Артем Васьков, Дмитрий Гомзо и Никита Некрасов. В составе химика забил Данила Крухтанов. Отставание Гомеля от первой строчки 8 баллов. Химик замыкает турнирную таблицу. Мозырская команда М-Сити заняла 5-е место на чемпионате Беларуси по пляжному футболу. В поединке за эту позицию мазыряне обыграли Кобринское полесье 5-4. По итогам регулярной части чемпионата М-Сити также располагался на 5-м месте. Золото будут оспаривать действующий чемпион Гроднооблспорт и Кировская Сдюшор. За бронзу будут сражаться Брест и Щучин. Решающие поединки чемпионата пройдут 25 и 26 июля в Щучине. Сборная Гомельской области заняла 3-е место в общем зачете Кубка Беларуси по легкой атлетике. Турнир проходил в Бресте. Победу одержала местная команда на 2-м месте Могилевчане. В личных состязаниях в активе гомельских атлетов 7 золотых наград. Юрий Заболотный стал лучшим в забегах на дистанции 100 и 200 метров. Алина Лучшего показала самые быстрые секунды на 400 метрах. Вместе с Юлией Близнец в составе национальной эстафетной команды Алина стала победительницей в забеге 4 по 400 метров. В этой же дисциплине в составе нацкоманды первенствовал и Марк Потей. Ольга Немогая показала лучшие секунды в финале на дистанции 1500 метров и стала второй в забеге на 800 метров. Кристина Концевенко победила в секторе для прыжков с шестом. При этом спортсменка обновила сразу два национальных достижения юниорская и молодежная. Кроме того, спортсмены из нашего региона выиграли 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Кубок Беларуси это репетиция перед главным стартом сезона чемпионатом страны, который с 30 июля по 2 августа пройдет в Минске. В Гомеле завершились чемпионаты первенства области по гребле на байдарках и каное. В состязаниях спортсменов в возрасте 17 лет и моложе победу в общем зачете одержали мозырские гребцы. На второй позиции гомельчане, на третьей представители Рогачева. В первенстве победу праздновала сборная Гомеля. На втором месте Рогачев замкнули тройку сильнейших мазыряне. 23 и 24 июля на канале в Якубовке пройдет следующий старт областные Олимпийские дни молодежи. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин